Не живи с детства и вся исполняй сокровища благих, и в жизни подателю вреди все висяны, и очистены от всякие скверы, и спаси влажьи души наши. Господи Боже наш, мы просим благословения на эти занятия, вникнуть в Священное Писание, и из него научиться, как поступать, прославляя Тебя, чтобы не оказаться опоздавшими. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вот так, сколько сегодня у меня слушателей. Значит, часть уехали на благовестие, часть уехали к родственникам, потому что сегодня 31 августа 2014 года, перед занятиями успевает кто куда. А Айнели, как всегда, не приходят по лености. Когда спрашиваешь, почему нет, а я и так все знаю. То есть у него даже не хватает силы, ума, воли, чтобы разобрать, что он не знает. Он границ своего незнания не знает. Есть люди, у которых трудно определить границы по знаниям. У меня был знакомый один, я о нем уже упоминал, для незнающих. Он жил в Красноярский край, город Канск. Витерик Георгий Иннокентиевич, слепой, 6 лет ослеп. Понес отцу обед где-то, как он рассказывает. Мостик обратно пошел, а уже разлилось, оттаяло. Его смыло и унесло, и песком-то глаза засыпало. И он только бельки белые у него было, и все. Но он был исключительно трудолюбивый и любознательный. Он изучил азбуку Брайля, читал книги. И какие диспуты где были, он все знал. Я с ним беседовал, большие поэмы, разных поэтов. Я начинаю читать, он продолжает наизусть. И вот однажды он слышал пленка, мой разговор с отцом Дмитрием Дудков. И он говорит, а кто это, говорят, вот это Дмитрий Дудков. Слышал я это, а кто это с Барнаула Игнатия Лапкина. Да он говорит, прав, везите меня к нему. И он не остановился перед этим. Его привезли, два раза привозили. А потом еще один, совершенно слепой, приезжал, кажется, три раза. Шел беседовать. Вот что значит трудолюбие. А чем он занимался? Делал печи. Печник, совершенно слепой. Кроме того, он был на клиросе, знал службу. Я насчитал жития святых, это 1173 житей. У меня симфония, я посмотрю, найду. Он это все на память знал. Я не мог назвать числа, какие основные я знал. Он знал все. Какой я не возьму, он знает. Услышал он про отца Геннадия Паста, а это намного севернее. Поехал туда. Приехал оттуда и говорит, о, где я побывал? У сибирского Златоуста. А я отца Геннадия спрашиваю. Он говорит, я не мог определить границы его знания. Чего бы ни коснулся, он знает. Слепой, повторяю. Мы у него были, беседовали. Он говорит, а вот перевод, говорит, более ранний был. Еще там Библия при Иосифе, патриархе. Вот так. Достает. А она набрала еще, кто-то набрал ее. Он перевернул, да она неправильно взятая. Просчитал. А теперь, говорит, возьмите, у меня книга на второй полке. Страница такая, откройте, там есть написано. Я говорю, все абсолютно точно. Вот отсюда вывод, как можно развить память. У Куприна есть такой рассказ, анафема. Когда, говорит, он чудовищно развил память свою, протодиакон, когда учился в семинарии. Я это делаю все вступление, потому что сегодня Тима ленивый. А напротив его работоспособный, ревностный. Ну, пишите вам это, что значит трудиться, какое усердие. Вот эти слова надо разобрать. Нас должно интересовать, в первую очередь, мнение Святой Библии, то есть Духа Святого, который написал нам через святых мужей эту святую книгу. Слово «лень» в Библии отсутствует. Никогда не думал даже об этом. Вообще слова «лень» нет. В других падежах, как тест, книги «Прища Соломона» о «лень» упоминается 22 раза. 22. Пожалуйста. Где мы можем научиться, ну, зная, что такое лень, к чему она приводит, легко понять. Из этого надо выбираться, выдираться и приспосабливать себя к тому, что называется не ленью, а трудолюбием. «Прища» 6.6. Материал очень большой, ведь приоткрылась, когда я занимался, мне много стало открывать еще, попутно. То, что знал наизусть. А не так, что я знаю, чем я занимался. А я даже не подумал об этом. Ну, пожалуйста, кто мешает тому же. Заходите все сюда. А все это одна любовь. 6.6, слушайте. «Войди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Так, у кого есть Библия православная? Так, открой 6 глава, 6 стих, прища Соломона. Есть, возьми на 5 главу. А, всеродальная Библия там больше. Есть. Так. 6.6, еще там все? Больше не написано, еще? 6.6, все. Ну, дальше может быть. 6.6, потом что? Нет у него начальника? Считай. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой. Собирает во время жатвы пищу свою. Да коли ты, ленивец, будешь спать, Когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, Немного, сложив руки, полежишь, И придет, как прохожий, бедность твоя, И нужда твоя, как разбойник. Как страшно. Ты дома, двери заперты, А тебе в дом пробрался разбойник, нужда. А всего немножко только полежать. Ну, я уставший, так валей, коляжа. Не лежите никогда днем. Я всегда говорю. Работы разные бывают. Можно сослаться. Я устал, копал ямы. Действительно мужская работа. Ну, можно сослаться на это. Но оправдания-то все равно не будет. Немного полежишь, сложив руки. И чем закончилось? Нужда в доме. Так а я привык жить бедно. Вот за это тоже ответишь. А ты платишь десятину? А еще у меня нету. А ты кормишь нищих? А с чего у меня нету? То есть ничего нету. Пустышка и отойдет. Ну-ка, посмотри здесь. Есть ли это дальше? Шестая глава. Причи. Подложение дальше. Там было еще что-то сказано. Пойди к муравью, потом. Пойди к муравью ленивец. Посмотри. Даша. Ну, бедно, что я его сектору разбоню. Если же будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя. Скудой же далеко убежит от тебя. Так. И здесь где-то, кажется, здесь же написано о пщеле. Ну-ка. Здесь пойди к кому? К муравью. К муравью. Вот почему-то здесь я не вижу о пщеле. Посмотри. Нету? Как же так? Ну, где-то значит надо посмотреть. Там говорит, пойди к пщеле, посмотри, как ее плод приятен бывает от простолюдина до царя. Ну, в полной Библии это есть. Хорошо. Доколе ты будешь спать. Вопрос. Почему ленивый? Спать. Лежать. Вот когда у человека излишняя полнота, излишняя это свой рост. Допустим, тебя метр восемьдесят. Рост твой известен. Вес твой не может быть отнимать сто пять. Не больше, чем семьдесят пять килограмм. Все. Не больше. Это предельно. Меньше это хорошо. А что такое полнота? Полнота это болезни. Это излишние клетки тела, которые насос сердца должно накачивать. Это, как правило, больное сердце. Ну, и все остальное. Тут глаукома, вена расширенная и все остальное. Глаза на выпучку, говорят, выкатились от жира глаза. А почему об этом говорим? Потому что у ожирения четыре причины. Некоторые не знают. Вот я не знаю, у меня в природе все такие полные. Широкая кость. Я все равно широкий рот, а не кость. Первое, самое главное, это обжорство. Обжорство, то есть лишние калории. А с чего бы они у тебя были-то? Это лишние, Павел? Объяви. Нет? У меня недавно знакомый здесь. Вот только, прямо здесь. И восемь килограмм уже сбросил. Утром не ест, в обед не ест. Вешал в сухарик и все. Уже восемь килограмм сбросил один из наших друзей. На глазах, прямо. У меня был со мной в камере один из Бискорка. Редкин, Владимир Прокопьевич. Там вешаться не приходилось, но дуба килограмм пятьдесят скинул. Вот с таким пузырем все время мамона ходит. Я дубим себя не видел. А тут обратился, покаялся. Я не могу уговорить, я хоть маленько-то поешь. Нет, отец Игнати. Я могу умереть с таким. Это что я, черви все радоваться будут-то? А сам плащет и плащет и греха своих. Так что, какая бы работа тебя ни была, лес ли заготавливаешь, сепарируешь, а то сепаратисты. Насылаемся на какой-то труд. Да сепарировать, ковшечком переливать на какой-то труд. Ты покорчуй корни и прочее. Это вся дурь сойдет. Значит, первое обжорство. Второе. Лень. Лень. Ой, я работаю как пчелка. Я даже говорил. А так ли? Ну, просто ты себя проверь на чем-то. А как проверить? Я научу тебя. Приходи ко мне. Вот мы, когда потерявка начиналась, надо пруды вот эти все мы загораживали. Пруды загораживали. Это мы загоражили лагерь. Днем намечаем ямки. А утром рада там, встаем в темноте, ногами защипываем ямку, посадимся и копаем ее. 70 сантиметров ямка, столбы ставить. 500 столбов поставили. Вы знаете, Андрея Дробот. Мы его звали Томирский тигр. Он занимался борьбой. А Витю Плеханову, богатырь такой. Копаем. У Вити три ямки. У Андрея четыре, у меня пять. Стали считать еще раз, опять то же самое. Они говорят, ну хотя земля мягшая, давайте перевернемся туда. В какой земли не копаем, у меня одинаково всегда больше. Почему? Для них было-то я не просто вам... Господь дает, это опыт. Притом мне новое открылось, когда сейчас готовился. В Библии говорится так. Это мы можем даже себе записать. Книга Бытие. В третьей главе Господь говорит. Такие слова. 3.19. В поте лица будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят. В поте лица. Я понимал всегда так, то есть заработать что-то надо попотеть. А тут понял, есть. За обедом у тебя пот все еще стекает. У тебя время нет на отдых. Второе, это лень. Третье, многоспанье. Причина, многоспанье. С кем бы не заговорил, поздно встают. Все поздно встают. Полнота, это постель. Превратился просто никуда. В постель. А постель, сон, это связано с болячками и с блудом. Это они в обнимку идут, эти грехи. Обжорство, лишняя калория, это грех. Написано, говорит, без страха уточняют себя. Иуда пишет, без страха. То есть страха никакого нет. Уточняют, ну, тучи, знаете слово. И четвертое, безразличие. Беспечность. Что бы где ни случилось, дома, в семье, в государстве, он спокоен, ничего нет. Главное, сохранить сало. Чтоб сало не трепыхалось. Вот, на втором месте стоит лень. Я почему это беру? Потому что сегодня у нас тема такая. Еще раз, сейчас сидеть, слушайте, по частям разберем. Шестая глава, шестого стиха, птича Соломона. Пойди к муравью, ленивец. Посмотри на действия его и будь мудрым. Так, кто специально ходил к муравью, не просто натолкнулся, а специально сегодня мы идем к муравьиной куче и будем наблюдать, смотреть. Вот есть такие ролики стоят. Как они вот выедают все, допустим, на расстоянии полтора километра. Это в Амазунке. Потом внезапно скрываются, идут на новое место. И далее все оккупируют, все поедают. И потом опять передвигаются. Вышенная земля остается. У нас другие муравьи. Они там живут где-то в лесу. Кто из вас ходил и смотрел на муравьев на этих специально? Я детей водил специально. Сегодня экскурсия к муравьям. И мы смотрим на них. Как потревожишь, как они команду дают перед дождем, все запечатывают, дырки, чтобы вода не попала. Они работают и работают. Нет у них начальника никакого. Это загадка для всех ученых. Кто им дает сигнал? И они охраняют. И каждый, который заходит, как пчелки, они обнюхивают его, свой или не свой. У каждого воробья отдельный запах. Это мудрость-то какая. Пойди, поучи, сленивец. Если кто считает себя, ну, хотя бы про себя себе скажи, я ленивый. Вот мне сказали, а ты себя считаешь ленивым? Я скажу, нет, не считаю. Но, зная житие святых, я сразу говорю, да, я ленивый. А чего вы так говорите? Потому что Дмитрий Ростовский, это талантливый писатель церковный, он говорит, а я, когда ударили к заутренней, многогрешный и ленивый, еще головой коснулся постель, да и заснул. И увидал видение, во сне видение, в тонком сне, ну и дальше. Что увидал? Если Дмитрий Ростовский говорит ленивый, то мне приходится язык прикусить. Ленивый. Тем более, когда узнаешь, что в человеке заложен такой потенциал, что мы используем только 4,5%, и то не все. А 90, там, 4-6% не воспользовались, так мертвым грузом протащил. Что мог бы сделать в своей жизни? Один человек начал себя так тренировать, а работал в геологической экспедиции. Это журнал «Вокруг света». И он не мог ходить по тропинке. Когда идут по тропинке, несут в рюкзаке геологи, у них полное инструментов. Он всегда берет 2 или 3 рюкзака на себя и придет без тропинки, а идет бреломом. Он не знает, куда силу деть. Как что-то и кадунет какой-то ветерок, ой, дверь закрой, сквозняк, поясница. А он так. Я, когда узнал, ручей течел, там зима. Он идет туда и ложится в этот ручей. А ручей-то не замерзает. И лежит, переворачивается, чтобы весь заледенел. Теперь это 2 километра добежать до хижины. Я больше всего боялся, как я открою хату. Все заледенело у него. Его ни лихорадка, ничего не берет. А как ты нашел? Постепенно. Так закалил себя. А проруби купается это пустяк для него. Потому что купался, выскочил, растерся, сухое надел. А это в мокром, на нем замерзшее все. У него волосы сделали, как бывает, такая птица, седая, белое крыло. Дома, говорит, я когда убегал в ручей ложиться, в это время разжигал приму, чтобы прибегу, горячая вода была, руки оттаять только где-то. То есть в человеке громадный потенциал Бог заложил. Громадный. И поэтому начинает трудиться. Написано, в поте лица будешь есть хлеб твой. Сел за стол и все еще утираешься. Когда мы в последний раз так ели? Сидеть и утираться. Не от того, что спотел у тебя стерляжья уха, распарился за обедом. Как Иван Андреевич Крылов, его обжоркой звали все. Он дает ему одно блюдо, второе, шестое. А он, большая ему специальная тарелка была, до бабки поезда, встанет, перекрестится. Да, много ли человеку надо? А потом скажут, останься. Стихи, да нет, мне надо домой, у меня еще стерляжья уха дома. Вот это и запомнилось. А когда считаешь про святых, они только указывали непрерывный труд. Труд постмолитвы. И жили не меньше нашего. Считаешь, 90-100 лет. Еще что дальше? Слушайте еще. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но не надо, чтобы кто-то приходил и толкал. Не надо. Вы когда судили, что один из потеряевских против меня на суде был. И говорит, там, ваша честь, судья. Он ходил, моих ребятишек поднимал. Не давал спать моим детям. Но он не говорит, что в этот день его дети пасли. И они бросили коров, пошли домой, легли спать. А коровы-то ушли куда? Я говорю, а кто пасет? Да вот такие это. Я пришел и стучу в окно, вы пасете. Да что ж вы спите-то? Даже не возле этого луна, а ставили и пришли легли спать. Он судья-то это. Когда я объяснил, судья так охнула. Так было. Да так. Так что ж сразу-то не говорить. Он поднимал-то почему? Потому что в посевы, в общем же, в Котчинске, коровы-то пасутся где? Еще что? Но он заготовляет летом хлеб свой. Собирает во время жатвы пищу свою. Это муравей. Это все пример. Пойди поучись. Мы идем в царство небесное. Итак, пускай хлеб по водам. Через много дней получишь обратно. Приплывут тебе хлебы. Кому милости не давал. И они, говорит, на суде восстанут за тебя. Неправидным богатством приобретайте друзей. Чтобы когда схудеете, они приняли вас в вечные обители. Да коли ты, ленивец, будешь спать? Какая интонация он говорит. Посмотрел, он говорит, подходит. Да коли ты спать будешь, ленивец? А вы знаете, есть зверь один, его так и называют, ленивец. Я не знаю, все ли видели, я-то видел только на картинке его. Он так вот большие когти, он лапами поест, листики ест на землю, почти не спускается. Большой в виде медведя. И вот так обхватит дерево и спать может. На него дождь течет, он не понимает этого. Спит день, два, неделю. Мохом порастет. Мох на нем растет. И вот так и зовут ленивец. Станет, потягается. А пока потягается, три часа пройдет. Потом поползет, листика пожует и опять повис. И вся жизнь. Слово ленивеца слишком дорого. На кого похож-то? Когда говорят, ой, разъелся, как бедимон. Бедимон, он работает, его боятся. А то просто висит. Висит шанька на дереве. Когда посмотришь, думаешь, для чего ты его Бог сотворил? Наверное, для того, чтобы быть учителем нашим. Когда ты встанешь от сна своего. Когда встанешь от сна. Так я же встаю. А что встаешь? Так как бы ни в туалетах и не вставал, так и лежал. Ради праздника, так говорят, можно расслабиться. А поставь правило. Вставать всегда в одно время. Чтобы обязательно была ночная молитва. Но если этого нет, то чем ты отличаешься от неверующих людей? Где усердие? Многие бегут на весталище. Но один получает награду. Итак, бегите, бегите. Бегите, чтобы получить. Опоздаете, ничего не получите. Это Алия Кринеев, говорится, еще. Немного поспишь. Немного, совсем немножко. Немного подремлешь. Подрем, да подремать можно еще посидеть. Ну, еще особенного-то. Что ты пристал-то? Ну, устал я, расслабиться надо. Немного сложив руки, полежишь. Полежишь. У нас была одна бабушка. Мы с ней очень дружили. И вот это около храма домик, квартиру, то купили для нее Бакланова Антонина Георгиевна. Она жила. Я ни разу ее не застал спящей. Хотя приходило 12-3 часа. Она или свечет кют, или вяжет лестовки, или еще читает. И все время слушает. И когда меня осудили, а это 2,5 тысячи часов в то время было прослушать пленки, было только один человек, который все прослушал она. У нее такая мудрость, она не грамотная. У нас и 4 было. Вот приезжают молодые. Кажется, фамилия-то Минаева тоже, из Прокопьевска. Но только-то они и на вроде бы. Приехали. Приехали ко мне специально, потому что там отец Николай их благословил повещаться. Но мать еще беспокоится, они подходят друг к другу или нет. Они приехали, я глянул, но я не решился говорить. Я говорю, где-то Тони, пошли она поговорить с вами. Я к ней вел, как к последней инстанции. Она только начала говорить и говорит, да что говорит, а они совершенно разные. Абсолютно разные. Ничего у них не будет. Не будет. Я на двечерках оказалась как-то не увлеченной сильно, или как он-то лепится. А она сразу отстегнулась от него, ну потом вышла за сигналистом, стала матушка-деда. А этот ушел в мир мирской человеком. Его нигде и нет. Неграмотная почти, почему она мало спала. И она все время была в труде. Находит себе работу. Работу надо находить еще. И придет, как прохожий, бедность твоя. Дальше понятно, что бедность ее. Притча Соломона 10-4. Записывайте себе. 10-4. Слушайте. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Ленивая рука делает бедным. Она ленивая. А где этот предел ленивый? Он работает. Работает медленно, а это ленивый. Работать надо быстро. Медленно надо только молиться и считать Слово Божие. А все во второе должны делать мгновенно. Итак, спешите. Итак, бегите. Поспешите. Даже когда вы будете за столом, ешьте поспешно. Не развози там. Особенно в бане женщина. Это просто беда какая-то. Как зашла в баню, она намеревается каждый день помыться. Да не один раз. И не дождешься. Вчера я собрал своих, кто к нам ходит, и сказал в пятницу, чтобы белье лежало на столе. Как вы когда-либо сигнал после братьев наших, сразу выходите. Протянула руку и вышла. В течение одной минуты, вторая минута, может поворачивать домой. Уже в баню не пустим. Ничего не можем сделать. Полтора, два часа проходит. Травы натащит, все это забивает. Все что-то парится и все время болеет. Человеческий организм не на это настроен. Я же его впроголодь и впрохолодь. Прохладно, чтобы было. Слушай, ты еще раз. Ленивая рука что? Делаю бедным. Бедным. Ты хочешь быть бедным, начни от обратного рассудить. А ленивая рука, это не только рука. Это и нога. Это и спина горбатится. И плечи. Ну, просто к руке относятся. Рука это главный хватательный инструмент. Делает бедным. Потерярку приехали одинаково, а не одинаково. У нас были такие, которые держали 100 голов. Скотина. А у другого три. Я говорю, а что ты больше не заводишь? А зачем? Три головы больше назад. И ничего больше нету. Это вообще три головы. Я говорю, у меня голубей даже больше. Ну, а нигде? Да нигде их нету. Ленивая рука делает бедным. А работает который, Бог все равно пошлет что-то, будет у него. Дальше. Но у нас есть его пример брать. Братья и сестры трудолюбивые. Дальше. А дым выедает глаза. Так и ленивый. Он пошлешь, ушел, нету. Только за смертью посылать. Никогда не умрешь. Он ее не достанет. Ушел, нигде нету. Какие-то причины, что-то. Он ленивый. А раз ленивый. У меня дети такие есть. Я говорю, ты будешь пьяниться, как отец, и воровать. У тебя больше выхода никакого нет. А воровать будешь ли? Дверь захлопнется. Небо в клеточку, рубашка в полосочку. Ну, работать-то не можешь. А лопать любишь. Мы договорились. Никакая работа не нравится. Все время на лице сонность такая. Второй класс ребенка. И все время ходит, на ходу спит. Я говорю, ты вот карауль сусликов хотя бы, чтобы коржа не таскал. Он полез по лестнице-то. Ну, первый этаж метра три. До половины до леса, за лестницу усыпился и уснул. На лестницу, вот как ленивец. Я спрашиваю, где Никита? Нигде нету. Пошли. Он как засыпился, и не упал, ничего. Обнял лестницу. За ступеньку ногами заплел и спит. Это рассказываешь и то. Мы решили ночью посмотреть звезды. Договорились. Ночью я дал сигнал. Дети, чтобы встали, посмотрели звезды. Я расскажу, какие созвездия. Одного человека не хватает. Пересчитали, нету. Выходили за ста, за лагерь. Не выходили. И где? Заново обыскали, ничего нету. Только потом нашему под подушку залез. Там матрас, он скрылась, и подушка под ним. Только тогда обнаружили. Ленивый человек, это тягость для всех, которые с ним. А что с ним делать? Ничего не сделать, только освобождаться. И чем быстрее, тем лучше. Чтобы остальное по ровну поделить. Дальше. 12.24. Того посылать никуда не надо. Посылать надо резкого, быстрого. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. Вот как обещается. Прилежный будет господствовать. Как не ругают начальников-то, ну не считая ворованного. А все-таки они трудятся, они работают. Стараются друг друга отпихнуть от корыта, там это тоже работа. Будет где-то что-то урвать, в какие-то командировки едут. И будет господствовать. Вы все это применяете в духовном плане. Мне сейчас вот задание, почти задание дали, чтобы я подсчитал за 53 года, сколько же времени, примерно, я провел за Словом Божьим. Сколько за проповедью, сколько на миссионерской работе. У меня времени хватит на это считать. Ну, много. На изучение Библии иногда по 10 часов в день уходило. С первого дня, как обратился, я понял, работать надо здорово, но голова, что была свободна. Я работаю, рубанок работает, кирпичи кладу, а сам размышляю о том, что прочитал. И успех был очень виден. Через 3,5 месяца я уже был на кафедре. Вот пример. 3,5 месяца я уже прочитал Библию, но все содержание знал и уже проповедовал. Не у православных. Так, 12,27. Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно. У него многоценно, у него на столе предиха, у него все есть. А ленивый дичи не жарит. То есть у него мяса нет, у него ничего нет. У него скудость во всем. Я вот заметил, у нас с огородной живностью не все благополучно. У кого-то арбузы есть, у кого-то помидоры. А у нас тут один Володя остался. Чего он там лагерь готовит, то другое. Но наступило вот сейчас время уже осеннее, все растет. И у нас не до дня, что без помидор, без огурцов. То Валенчук даст, то Люда, то Люба, то Неонила, то кого только не увидишь. То Игорь, только заехали, Лена, гляжу, вот такую дыню закатил ее арбуз. Вообще большие арбузы мы держим на благовестников. Они едут даже недалеко, обратно поедете, в лесу где-то пообедаете, вам запомнится. А то были и ничем не отмечены. Дальше. 13.4. Соломон сильно заботился об этом, был трудолюбивым. Душа ленивого желает, но тщетно. А душа прилежных насытится. Насытится, это духовно. Тот желает. Да я, знаете, считаю Писание, никак не могу запомнить. А сколько ты раз просчитал? Как сколько? Ну я просчитал сегодня. А до этого читал? Нет, один раз просчитал. Рука прилежная обогащает. Еще раз прочти. 13.4. Душа ленивого желает, но тщетно. Напрасно желает. Он желает, он ничего не делает. Вот кто не приходит на занятия, вы не думаете какая-то там причина. Там или ненависть, или злоба, или непрощение. Таким людям одно название. Злой раб. А главное это любовь. Вот дядя Гауша откуда приезжал? Слепой полностью. А я живу около вокзала. Транспорта нет, а переходить только там железную дорогу, переходить там 20-30 путей. И он один доберется, кто-то подскажет, кто-то как-то. Прихожу, он опять у меня уже сидит. И все пленки у меня приобрел. И людей собирал там. Даже удивляет, что такие чемоданы делаю. И переплетал книги. Я говорю, а как ты можешь книги-то переплетать? На меня страницу сложат, остановят все дело. Слепой. Каково нам будет, когда с глазами, да ничего не умеем делать? Так, 15-19. У нас есть сестра старейшая. Когда не придешь, она все время в работе. Все в обороне растет. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий. Так а путь-то один и тот же идти. А у него как терновник. Вот мы ездили в других странах где-то и ночуем в лесу. И вот терновник не терновник, а только акация. Примерно шипы вот такого вот размера, как палец. Не прикоснуться ни к чему нельзя. Одни шипы идут. А когда терн, я видел терн, он весь и зад, а это на ветках такое. Даже взять, топить, ну никак нельзя подойти взять. И вот у ленивого такой терн. Он идет, и то не ладится, и тот подошел. Махнул рукой, да ладно, как бы ему где надо? А у вас нет такой работы, чтобы она была не пыльная? А чтобы у меня бронхи как-то есть? Но мне нужна такая работа, чтобы она была не сырая. А почему? Так у меня гланды больные. Ну я говорю, тогда в ночную работу. Нет, мне нельзя в ночную, потому что у меня глаза, я плохо. А какую ты хотела бы? Ну так квиточки выдавать, чтобы кому-то днем. Квиточки выдавать. А ты какую работу хотел бы? Когда русская эмиграция вывалила в этот рубеж, они брали самую тяжелую работу, шахта. Селитру добывает, ты что только не делай, та трава какая. Русский человек пробил себе дорогу по всему миру. И групповые снимки сохранились с тех времен. Мало того, легионеры где-то брали воевать. Это не христианское дело, но такие люди раз попали. Как терновый, вот терновником покрыто, у ленивого все мешает. И топор неточенный, и дерево гнилое, и довезти не может. А праведник тоже делает дом, и у него ровная дорога. Ему все содействует, споспешенствует. Друзья, начальники, производство, все ему споспешенствует, гладко и ровно. Я вот обращаюсь к своей биографии постоянно. А что ты о себе говоришь? Просто похвалийся Господом. Мне это очень интересно. Были ли препятствия, которые непреодолимы? Я отвечаю, никогда не было. Как? Это что, задумали всегда? А всегда. Не было ни разу, чтобы я опустил руки и сказал, это невозможно. Почему? Я заранее знаю, что невозможно. И поэтому Богу говорю, Господи, помоги. И вдруг какие-то начальники, кто-то звонит, предлагают деньги. Сейчас тебе в интернете спрошу, а кто вас спонсирует? Такие деньги, по стране, по зарубежью, все страны прошли. Это же какие деньги громадные? Что ему отвечать? Я отвечаю, Бог. Ну, Бог тебе прям с неба сыпанул денег. Я молюсь. Ну и что хоть замолись? Где Бог деньги-то возьмет-то? Я не знаю, но Бог дает. Вот перед отправлением, нынче один, ни слова не говоря, только в интернет зашел и говорит, вы отправляетесь, вам деньги нужны. Я говорю, конечно. Так, ваш счет какой такой-то? Утром пошел, 200 тысяч рублей переслали. 200 тысяч, не 200 рублей. В глаза не видал ни разу. Не знаю, где живет, ничего не знаю. Потом только узнаем, потом уже поговорим по скайпу и прочее. В прошлом году такой же. 150 тысяч сразу выкинул. Нынче узнал, что у нас беда. В Калининграде, сам в Испании. Взял руководство на себя, прислал эвакуатор в Литву. Привез это больше 100 тысяч. Все заплатил, за ремонт все заплатил. Совершенно незнакомый человек. Мы ни разу не встречались. Ни с этим Александром Андреусенко, ни с Дмитрием Булкиным. Теперь я их знаю, кто они такие. Почему? Бог. Я принял не от них, а от Бога. Ко мне сюда в чрево не попало, на одежду ко мне еще не попало. И Бог это знает. Когда я сказал, что мне помогают евреи в издании книг христианских. Да вы в уме или нет? Да вы там про евреев-то что говорите? Я говорю правду. И они помогают. Нет, это не то слово. Они меня на машине домой подвозят. Они помогают. Так вам что, и мусульмане помогают? Не зря говорят, что муслимы вас спонсируют. Все помогают. Вот краевая администрация. У него матрасов нет. Знакомый один. К слову сказать, когда он был молод. Так вот, нет и нет. Он в Нину влюблен был в нашу. Мадима и сестры. Жили рядом. Я говорю, матрасов нет. А сколько надо? Ну матрасов 70 надо. Он первый, кто стоит на него. Так, слушай, Иван Иванович. Ты помирать-то думаешь или нет? Ты сколько уже награбил? Тот сразу напишет. А что? Вот человеку матрасы нужны и муки. Иди в коридор разговаривай. И ко мне больше не приходи, пока не договоришься. Аксенов Павел Петрович. В кровавой администрации. Тот вышел, а кто вы такой? Он первый раз глаза видит. Я рассказал, а сколько вам муки надо? Ну я не знаю. Ну думаю, что... А что же сказать-то именно? Ну мешков, наверное, 20. А что так мало-то? Я завезу вам 40 мешков муки? По 50 килограмм-то. 40 мешков? Так я же не в Барнауле. Завезу. А матрасов сколько снято? А одеяло нужны? Ну одеяло нужны теплые, сетипоновые. Хорошо, договорились с одним предпринимателем. Все сделал, привез. Сейчас в Москве. Лопатина, ваду, ваду еще. Первый раз я его вижу. Откуда ты берешь? Бог! Ленивая рука делает нищим, а богатая, а богачая. Тот и богачи вокруг меня ждут. Тогда вначале на них говорили. Так они нагрешили, через вас хотят царство получить. Неплохо. До мэра города. Дальше. 15-19, пожалуйста. 18-80 сейчас. 18-80. 19-20. Нет, 18-80 сейчас читать будем. Давай. Ленивого не излагает страх, а души женоподобные будут голодать. Ну он не боится. Вот я начну строить, у меня не получится. Я приеду, не получится. То есть страх не излагает его. Ну ты начни и получится. Если не делаешь ничего, ну где-то ошибка будет. А дальше-то совсем по-другому пойдет. Есть люди, которые вообще в деревне не жили, а у нас живут в деревне. Ты посмотри, как наладили хозяйство и с машинами. Все идет как надо. Дальше. 19-24. А что там насчет женоподобных? Женоподобные. Женоподобные, то есть слабохарактерные, женский характер. Мать одна воспитывала без мужа и вот таким его поставила. И он говорит, я когда маленький был, помню, мне 6 лет было, а мать-то одна к ней подруги соберутся, меня, говорит, разденут, на стол поставят и рассматривают мои достоинства. Какой из него мужик получится? И он теперь воспоминания эти дает в журнале. Чем они занимаются? Да одна бы приложила такие силы, как мать Златоуста, отца секунда потеряла, Анфуса. Да и она его воспитала каким? Все положила к ногам учителей. Сделайте сына моего, каким надо. У баптистов был такой Каев Александр Васильевич, секретарь, генеральный секретарь. И он говорит, мама моя осталась одна, это где-то гражданская война была. И она искала самую строгую школу, нашла немецкую. И туда меня, говорит, поместила. Во-первых, немецкий язык знал. А дальше он говорит, иболку где-то бросит, моем, а мы ее не найдем. Заново мой. А я говорю, иболка где-то там под кроватью закатилась. Немец, строгое немецкое воспитание. Мать одна, она решила, как детей воспитать. Тогда тебе самой будет приятно с таким сыном жить. 19-28. 24. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. То есть через губы не перепрыгивает. Руку-то в чашу опустил, взять-то, а уже до губы донести не может. Падает. Это три тысячи лет назад Соломон говорил, что такое ленивый. Может быть утрирует, гиперполизирует положение, но на самом деле это так. Это так. Ничего человек не хочет делать совершенно. У меня какая-то апатия, такое уныние все время. Вот уныние. Драть тебе надо. Уныния не будет. Возьму тебя в лагерь-то. И уныния никакого не будет. Ко мне привезли родители. Видно, живут достаточно на машине. Заходят. А вы нашего сына в лагерь возьмете? Да какой лагерь? Уже закрыто. Ой, это последняя надежда. А сын-то где? Да с нами. Я выхожу, а там дитина лет 30 стоит. Пышный такой. Они не знают, что делать уже. И наркотики он умеет глотать. И что угодно. Так его не сюда, вам ошиблись. Другой лагерь его надо отправлять. Где там решетка на воротах. И там он будет бегать и будет делать. Все будет делать. Притом на ощупь в течение одного дня. Я был в этих больницах. Так, 20 глава, 4 стих. Слушайте. Ленивец зимою не пашет. Поищет летом и нет ничего. Ну, зима это имеется в виду в Израиле. Зима это и снег. Как у нас это весна. А осень придет и у него ничего нет. Притом сроки сельскохозяйственных работ там более сжатые. Потому что иногда 2-3 урожая собирают за год. У нас, ну, поздно, поздно. Там, ну, может быть, осень отойдет подальше. 21-25. Это Соломон нас учит. Сын Давида. Ауджиба ленивца убьет его. Потому что руки его отказываются работать. Ну, знаете. Аджиба, то есть желание поесть, убьет его. Поесть, а ничего нет. Он есть, нечего. Он поел бы, но нечего нет, да поел. Он не думает кому-то дать. Я рассказываю одну сказку. Это братья Бондаренко. Вдвоем они писали. У медведица два сына. Миша и Спиря. Михаил и Спиридон. А вот Мишеньку-то мать больше любит. А Спирю меньше. Вот надо меду достать. Спиря. Миша что-то недомогает сегодня. Лежит долго с постели не встает. Надо бы меду достать. Мам, да где же их найдешь? Спиря я заметила там на одной сосне. Да я не знаю, как идея покажу. И Спиря уже научился мед добывать. В следующий раз рыбу ловить. Она послала далекое. Вот там рыба где прыгает. Большая нырец когда идет. Ну Мишка ты лежит и спит. Что ты? Что ты? Мишенька больной. Не надо его трогать. И вот они выросли. Миша такую же невесту нашел. Два ленивца лежат. А Спирид так постарался. И невеста у него такая работящая. И у Спирид все дома есть. И мама-то живет не у Миши, а у Спири. И вот, а Спиря всю работу переделает было. Придет, мам, а что бы еще такое сделать? И вот мы сказку прочитали. И меня дома остались и Спирей звать. Смеяться. Вот приходит праздник. Он жене и говорит. Жена. А ведь Успение это праздник тоже. Кого бы нам пригласить? Зови всех. У нас полный подвал. И меда, и грибов, и ягод насушили. А у Миши другая забота. Настя. Сегодня праздник. К кому мы в гости пойдем? Кто нас накормит? Это сказка. А сказка это ложь. Но в ней намек добрый молодцам урок. 22.13. Ленивец говорит. Лев на улице. Посреди площади убьют меня. То есть он идти на работу, он разные причины ищет. Облака. Наверное, сегодня моросит. Он начинает. Лев на улице. Какой лев тут на улице? Он убьет меня. То есть причину не выходить из дому. У телевизора сидеть. Компьютерные игры играть. Перебирать. Надо не работать в деревне, а пахать. Один посетил в лагере. А там фуфайки шьют. Вот я в лагере был. Он говорит, что шьете? Он говорит, нет, пашу. Пахать будешь, если здесь не будешь. А советская власть за тунеядство считала не работать. Три дня уже статья. И поэтому срались на работу очень быстро. Двадцать четыре. Тридцатый, тридцать первый стих. Ленивость придумывает разные причины, чтобы не работать. Чтобы не считать Слово Божие. Мы увидим, где надо прилагать усердие. Мы уйдем на сердце перенасыщенные, желанием потрудиться. Проходил я мимо поля человека ленивого. И мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном. Он скудоумный, у меня ума нету. Он ленивый и скудоумный. Он ничего не считает, ему это не надо. У него все заросло в огороде. Ничего нету, жены нету. Все в огороде заросло, клен затянул. Беда мужику. Дальше. Поверхность его покрылась крапивою. И каменная града его обрушилась. Даже каменная, не деревянная. А обрушилась, поправить некому. Тридцать первый. Ну это два, но дальше там. И посмотрел я, и обратил сердце мое. И посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь. И придет как прохожий бедность твоя, и нужда твоя, как человек. То есть он на него посмотрел, а урок получил. Там к муравью поедет, а здесь так. А оказывается, смотреть на ленивый, это тоже урок. Урок. Посмотрел на пьяницу с ребенком? Смотри, сынок, работать не будешь, вот это тебя ждет. Вот это будет урок. Я с одним работал на работе, Кобзев Сергей, на Валтайке. Престрасился, говорит, пить. Однажды на работу лежу, пьяница лежит под забором. Я встал и долго смотрел на него. Так это же я. Меня вот такая очередь ждет. У меня, говорит, в холодильнике водка все время стоит. Но теперь я к ней не прикасаюсь. Я никуда не делаю. Ну, может, где-то что-то потребуется. Закончил университет, вступил в партию. Ну, тогда же еще времена были. Один урок получил, а верующий делает для себя. Пьяница царствия Божия не наследует. Ленивый царствия Божия ни один не войдет. Тебе мало этого? Ленивые все останутся с левой стороны. На той стороне. И дальше. Двадцать шесть. Тринадцать. Ну, это уже мы читали. Да. Это и есть, да? Четырнадцать дальше. Дверь ворочается на ключах своих. Дверь. А ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу. И ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих. Мудрее семерых. Отвечающих обдуманно. Видите? Он ленивый. Оправдываться нечем. Ну, он все равно будет оправдываться. Ему вот на стройке разряд меньше дают. У меня бригада. В бригаде на одну работу ставишь несколько человек. Один как огонек горит. Ему разряд повысишь. А другой, да нафиг мне такая работа нужна. Ну, вот и получишь. Ему второй разряд. И глядишь, и получил меньше. И он мудрее, ты мудрее все время. Вот из-за таких великоэффициент трудового участия. Да, да, а ты работай. Я опять же скажу, когда премиальные выписывают, бывают в течение квартала, и бригадир этот Кобзин Сергей, моим бригадиром был, и он меня записал на премию. Пришел к начальнику, а начальник был Рябахонь, кого записал, баптиста, и он меня сразу вычеркнул. Он говорит, так вы же платите не за баптиста, а за работу. Ну, ладно. Ну, он говорит, вы-то заберите всю бригаду, там, 12 лет. Дайте мне 6 таких баптистов-то. Я вам буду давать 200% каждый день. И мне премию не дали. А дали кассиру, она вся наколотая сидит. Матешиница такая женщина. Ей дали премию. А она не знает, где эта стройка даже. В РЗ. Дальше. Ну, это я прочитала. Так, теперь Маквея 25-26. Слушайте внимательно. Переходим на Новый Завет. Господин же его сказал ему в ответ. Лукавый раб и ленивый. Ты знал, что я жену где не сеял и собираю, где не рассыпал. Все. Лукавый и ленивый. Ленивые они, как правило, лукавят. И какую работу не дай ему, ничего не рад будешь. Вот у меня в лагере одно время работал Андрей Дробов. Глухонемой у нас. Его ребятишки сейчас. Какую бы работу не дал. Он ее так сделает, что даже просто мастерски. Я покажу, а другим даю, которые нормальные ребята, студенты. Они не могут. Каждый поворот им надо показать, как делать. Ему только ткну и говорю, вот эту вот башню строим. И надо. Он все завалит, сделает. Так и осталось по сегодняшний день. С какой-то выдумкой. И так красиво все сделает. Глухонемой. Оставил о себе память. В доме, где живем, он строил. Титу 1.12. Павел пишет в Новом Завете. Из них же самих один стихотворец сказал. Критяне всегда лжецы. Злые звери, утробы ленивые. Это о русских людях, можно сказать. Пьянь. Русские следят за рубежом ничего не покупают. Только естественный. Газ, золото, драгоценные камни, нефть. То есть то, к чему рука не прикасалась. А чтобы делать наши компьютеры, наши российские, никакие соревнования не идут даже. Бесполезное дело. Все каким-то таким настроением покрыто, что никому это не надо. А как попало? Русские люди, как попало? Машины все, иномарка. Возьми комбайны иностранные, немецкие и русские. Сцена-то разная, наверное. Там их подсушат тебе и направят. И все сделают. Как они работают. Мне приходилось с разными иностранцами быть. Но я не приучен так работать. Мне там тяжело было бы. Мне даже не понравилось, как они уж так точно все вымеряют. В плену были японские солдаты. Ну, поставили на лес поваленное, пилили чурки на дрова. Ну, какую? Мерку дай. Ему дали, говорит, мерку вот такую вот. Вот они пилят. Он, говорит, раз в пять примерит. Это чурка куда? Ай, чурка, хорошая чурка. Вот так теперь пойдет. Он миллиметр и миллиметр делает. Делает зерно эти склады под овощи. Это мне рассказывает человек, который маленький, еще видел, как они работали у отца в бригаде. Он показал, какой уклон. Ну, какой уклон градусов? Тот взял, замерил и сказал, говорит, наклон должен быть так, допустим, 75. Больше не должно быть. И вот он по угольнику, поэтому вымеряет, каждый буквально доску смотрит где. Вот как немец, точность такая. Швейцарские часы, швейцарские инструменты какие. Нас не приучили этому. А там так, ты испортил, заплати за это, за что испортил. А там себя спросим. Сирахов, 5.33. Не будь скор языком твоим, и ленив, и нерадив в делах твоих. Не будь. Это можем считать мы за увещание и одновременно за строгий наказ. Сыну своему, не будь ленивым. У нас отец говорил так. Ты, сынок, так работаешь, чтобы тебя еще пригласили. Вот это нам оказывали. Ну, какая работа? Печь. Дом построить. Сирах, 23.1.2. Грязному камню подобен ленивый. Всякий освищит бесславие его. Воловьему помету подобен ленивый. Всякий, поднявший его, отриснет руку. Я сегодня уже об этом говорил. Воловьему помету, то есть что? Бык оправится, и он похож на, то есть дерьмо. По-русски сказать, говно. Вот кто такой ленивый человек. Он никуда не годен. И он, по словам, ты корутку отряхнешь, и не рад, что поговорил. Вот это сравнение. А я не согласен. Так ты уже согласился, если так живешь. Ты так работаешь, чтобы сказали, это золотой свиток. Как его только развернешь, и мудрости хватит, и напитаешься, и все. Интересно, у нас мама рассказывала. У них, когда она была девчонкой, ну, а тогда и лично жили уже. И вот два, говорит, у них было в деревне, как сказать, хозяина, предпринимателя. Один был такой рожебородный старик. Говорит, суровый такой. А другой веселый, говорит, с нами пошутит, придет чернобровый такой. Но мы, говорит, когда собирались идти работать, ну, охота, говорит, хоть на сарафан деньги-то набрать. Как-то. Шли к этому рожебородному, который был очень строгий, и сильно спрашивал за работу где-то. Почему? Он платил, говорит, почти в два раза больше того. А они у него работали. А тот, видимо, и понять не мог, а почему к нему меньше идут. Если человек хорошо работает, вознагради его за это. Вот это память и мне осталось. Сирахов. Так, подобен Воловьему победу. Понятно? Когда у нас лагерь здесь был, корову пройдут, я детей выводил, какая-то дымящаяся лепешка, я рассказывал, ты или не его, на это ты похожий. Ха-ха. Ты хочешь быть таким? Нет, не хочу. И всякий посылающий его опустит руку в нем. Давай, опустим руку туда. Ой-ой-ой. Отряхнул. Правда, мы когда посли, тут не отряхивали. Корова оправится где-то, мы бежим, в кучку становимся. Босиком. Роса холодная, надеть нечего. Следующий корова оправится, опять добежим, встанешь и стоишь, ждешь, когда еще. Дальше. Сираков 38, 12, 13. Ну я с 11 начну. Не советуйся с женою, а соперницей ее, и с боязливым о войне, с продавцом о мене, с покупщиком о продаже, с завистливым о благодарности, с немилосердным о благотворительности, с ленивым о всяком деле. Вот так. С ленивым о всяком деле не советуйся. Ты знаешь, что он ленивый, он тебе совета никакого-то не даст путного. А человек, который многоопыт, он покажет кратчайший путь выполнения этого задания. Где нанять, где заплатить, как это сделать, более удобно, ни себе, ни в ущерб. Все об этом. Ну тут с годовым наемником об окончании работы, с ленивым рабом о большой работе. Ну а что с ленивым, честно говорить, договариваться заранее. Ты на работу нанимал, у тебя работали, сделали, стена упала. Они ничего не делали, посидели, деньги взяли. Да ты не плати, так они какую-то паку сделают. Я же заплачу, только идите отсюда. В духовном плане, примени это все. Это плохо молится человек, плохо встает, плохо считает Слово Божие. Ну все такое вот и есть, тогда оно никуда не идет. Тогда уныне, на душе нехорошо. Второе фестовикистом 3.10. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Это увещевает. Ты не хочешь работать, не ешь. У меня в лагере этот закон действовал. Ребятишки вот за Нудиновой были, а Сережа маленький был, а не хотел работать там. Ну не хотел работать, сели завтракать, а ты стой и смотри, какая я ем, какая каша с маслом, хорошая, вкусная. Он не должен где-то быть, должен смотреть. А он стоит и кричит уже, плачет, работать хочу! Он работать хочет. Он понимает. Не хочет трудиться, пусть и не ешь. Правда, мы увещевали, мы просили вас, когда были-то. Но! Дальше не говорит, что здесь получилось? Так. Премудрость Соломона 15.9. Соломон, Премудрость. Это не канонический концерт. Соломон. 15.9. А вот тут интересный момент. Но у него забота не о том, что он должен много трудиться, и не о том, что жизнь его кратка, но он соревнует художникам золотых и серебряных изделий и подражает медникам и вменяет себе в славу, что делает мерзостью. Это идола делает. Вот некоторые попадают, те, которые иконописцы под это. Ничего больше не делают, только одно. Так что те, которые обвиняют их в этом, есть над чем задуматься. Подлинный труд обязательно приносит пользу. А это ищет фетиш. А у меня такая икона, она слезоточивая, вот то-то, то-то у меня так случилось, и я помолюсь иконе, иконе не Богу помолятся, и у него все будет. И вот этот премудрый Соломон, обыдали пишет, оно очень близко к тому, о чем говорит. Третья ездра, 5.12. Говорит о времени, о каком-то интересном времени. Третья ездра, 5.12. Люди в то время будут надеяться и не достигнут желаемого, будут трудиться и не управятся пути их. Будут делать, будут стараться, а ничего не получится. Будут от копны ждать копна. И там, ну, должны бы мешок намолотить. Придут молотить, а там всего со стакан зерна. То есть трудиться будет, благословения нет, ничего не поможет. Ты можешь потом, глаза вывезть у тебя, а ничего не будет. Во всем этом благословение Господне. Бог делает трудолюбивым. Поэтому, вот, есть дети, которые ущутся на пятерке, а есть на тройке. Но дальше, когда по жизни идут, пятерочники хуже устраиваются, чем троечники. А почему? Ему легко дается, он привык так и все. А я так гляну, у меня все понятно. Понятно. А дальше-то непонятно. Дальше-то идет высшая математика. А тут трудоголик, он работает, трудится, и он пробирается на должности, а эти нет, самые низкие должности. Это опыт уже прошел. Значит, если ребенок учится на одни пятерки, это хорошо, замечательно, ты узнавай, что это ему. Да ну, а ты нагрузку дай ему другую, дополнительные книги какие-то, чтобы он все время был загружен. Более трудные задачки давали. Есть такие дети, которые... мы говорим о ленивых и о любящих труденцах. Ибо вы помните, братья, труд наш и узнурение, труд наш и узнурение, не сели на лавочке, не стали ждать, прохлаждаться. Это люди, которые все время работали. Это люди, которые все брали стариков, старушек, допаивали, докармливали, хоронили, как вот у нас здесь. Экклесиаста 1,13. Кто привык трудиться, то и всталость его не могут удержать. Он скорее будет шевелиться, продляя свою жизнь. И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудрость все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим. Тяжелое занятие это исследовать, узнавать. А для чего вот это? А для чего это? Какая польза? Мы живем на лекарственном покрове. Что крапива, подорожник, маленько знаем, а дальше ничего не знаем. Что в нашей кровохлебке, тысячелестник, Экклесиаста 1,13. Что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Умрет, говорит, в горсти своей ничего с тобой не возьмет. Как пришел голый, так уйдет голый. Ничего нету? Ты все время помни. Я умру, а что будет так? Какую ты милость не давал? Кого накормил, напоил нуждающийся? Где твое слово кого-то спасло? Экклесиаста 5,14. Как вышел он на гимн из утробы матери своей, таким и отходит. Каким пришел и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. Здесь уже не о релье, а о том, чтобы ты умел распоряжаться трудами своими, прославляя Бога, говоря, господи, ты дал мне труд, ты дал мне доход этого труда, дал мне понять этот труд. Бывает, одну и ту же работу делают люди, но у другого несколько раз быстрее. А как у тебя так получилось? А он просто способ знает, смотрит. один вырабатывает едва-едва сто процентов, а у другого триста процентов. Почему? Да тот же не ленивый он работает. Не ленивый, показывает. Стаханов был. там ему, конечно, подстроили, он сто третий, что ли, норм там сделали. Ну, шахтеры. Их кредиток. Ефесянам 4,28. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Не просто работать, а полезное. Сегодня полезное не столько руками, может, головой. Есть люди, которые занимаются техникой, понимают совет. Вот мы ездили, у нас поломка какая. Не каждый может это отремонтировать. Наконец, нашли такого мастера, привезли, и он сразу нашел поломку. Внутри, там передаточная, которая передает топливный насос, не насос, а внутри, там, шестеренкой. Дальше. Первый фастеникистов 4,11. И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. как Павел много заботился, чтобы работать своими руками. Было бы из чего уделять нуждающимся. То есть у тебя должен быть избыток. Не только, ну, мне хватит, и все. У нас тут были такие, картошку посадили, выкопали. Я вижу, картошка не копана. Я говорю, а почему не копать? Это нам уже хватит. Ну, как же там? Желтухина. Я такого не слыхал, не видал. Мы один год накопали 1400 ветер, лагерь. 1400 ветер картошки. Так мы туда привезли, мешками сдали, там, кооперацию какую-то, девчонкам от себя плачешки купили. Ну, конечно, я работать тогда было. Деяние, 20-я глава. 18-20. Видите, как быстро можно находить Библию, что написано? Компьютер. Володя поехал, все настроил, они сегодня на уровень поехали. Так, 18-й. 20-й глава. 18-й по 20-й. Я 18-й. Так. Так. И когда они пришли к нему, он сказал им, вы знаете, как я с первого дня, в который пришел Васию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиреномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. А зачем он говорит о себе? Какие искушения? Работая руками день и ночь, со слезами. Ну а как тронуть-то людей-то? Я вам пример оставил или не оставил? Как работая, можно других поддерживать. А почему вы не работаете? Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не научил бы вас всенародно и по домам. Чтобы этому научиться, он должен был сам знать, постоянно у Бога вымаливать эту тему и чтобы эти люди были готовы на всякое доброе дело. Три-тридцать пять дальше. Он напоминает, что был среди них стихи. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Он работал. Вот эти руки мои, которыми я вас благословляю, эти руки он работал, шил палатки. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо он сам сказал блаженнее давать, нежели принимать. То есть лучше давать, чем принимать. Где он, Павел, это узнает, нигде в Библии это не написано. Сам сказал. Да, видимо, ему в откровении Господь сказал. Это эпиграфом надо взять. Да не будет рука твоя распростертой при принятии и сжатой при отдаче. А кто дает, она благословляет. Да не отсохнет рука, да и берущая. Да не оскудеет рука, дающая. Теперь посмотрим слово усердие. Как стать трудолюбивым и поразить леность. Захария 6.15. Я просто выбираю места писания и кратко даю разъяснение. Ничего не придумываю. Захария 6.15. Захария 6.15. И издали придут и примут участие в построении храма Господня. И вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам. И это будет, если вы усердно будете слушать согласа Господа Бога вашего. Слово усердно. Вот все у нас получится, когда мы усердно будем слушать Господа Бога. А не так, а я это знаю, я не пойду. Дядя Гоша говорит, в городе какие приезжали лекторы, какие-то там семинары были, я, говорит, ни одного не пропускал. Нигде, везде. И кроме того, слепой, специальная азбука, иголка, он колол буквы, выписывал, себе запоминал. Слепой. Вот образец. Он оставил пример, я вам его передаю. Дальше. Матфея 6.24. Слово усердно. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Вот люди, которые не уделяют внимания Слову Божию, на занятия не ходят, вы не думайте, что они в это время сейчас на коленях плащат, молятся, руки простирают к Богу. Там телевизор, в большинстве случаев такой порядок, компьютер, что-нибудь другим заменяют. Сначала не сходил один раз на вечернее богослужение в субботу, другой, а наконец принял за основу и больше не хожу. А глядя на тебя, на отца и дети не ходят. Но ты-то понесешь ответы за них. Пример-то какой мы даем-то? Родители как воспитывали Иисуса? Где они его потеряли? В храме. А где его нашли? Он не убежал на базар, а среди учителей задавал вопросы какие, и они были удивлены от малыша такое слышать? Деяние 17.1 Значит, нельзя того и другого любить. Одному будешь усердствовать телевизор, а в божьем деле будешь не родить. И никто тебя с этого не изменит. Как приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так? Вот они услышали, ежедневно собирались, а здесь один раз в неделю не соберешь. Ежедневно разбирали, так ли это. Опять сравнивали другие места Писания, и Павел говорит, они были благомысленные писалникских, это в Велии. А те вот, писалоника, это люди беспечные. Мы нынче были в этих писалониках. Вот пишет город, мы в нем были. Действительно Солунь называлась в Греции. Человек пятьдесят спросили, где библиотека, никто не ответил. Идет священник, его спрашиваем, даже не глядит на нас. Наконец зашли в одно помещение, в магазинчик, продают книги, портреты, глядим, портрет Путина, я говорю, это-то, зачем здесь? Разговаривает по телефону и даже не отрывается. Мы спрашиваем, где библиотека? Ну, внимание, сами вышли, тут храм увидали закрытый и ни с чем уехали. Город как пустой. А когда были в Афинах, у плотников, а там много людей собралось и спрашивают, ну, побыли в Греции, как вам показали? Да никак, как будто не верующие, разодетые, как бритые все. Как? Как будто верующих у вас никаких и нету. Я им там все это сказал. А где вы по каким странам ездили? Видели верующих? Видели верующих. Но где видели, там я их не ожидал увидеть-то. Самые верующие в Турции показались. В Турции мусульмане. А у христиан почти везде одинаково. Мы-то ездили не так и много. По Турции 1600 километров проехали. Можно было разговаривать, подходить, спрашивать. А вот так, чтобы христиане по-настоящему где-то верили, только там, где какая-то общая следица. Были где мы в Грузии, заехали в Лиссабоне, были. А во Франции беседовали со священником, один священник там. Так они промасонины не до конца. Они верят масонской лжи обо всем о Распутине и прочее. А доказательства зачем доказательства? Франция и Англия это родина масонства. Дальше 26-7. Которого исполнения надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. Павел говорит об израильском народе, которые усердно трудились день и ночь. А вы не задумывались, вот когда входили в Израиль в обетованную землю, 12 колен, а Бог землю разделил на 11 частей. А где 12-е? А ему не дал. Нисколько не дал. Да как где они будут пахать? Пускай сердца людей распахивают, левиты, священники. Пусть там пашут. Им не дал. Вам десятую часть отстегнут, у вас будет 11 тысячи все. И вы от десятину от своего отольете для Бога во все сожжение. Вот откуда. Усердно служит Израиль. 1 Петра 4 8. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество людей. Чтобы не быть ленивым, нужно усердно искать любви Божией. Мы нашли лекарство от лени. Усердно заботиться о том, чтобы любить друг друга, любить, прощать, если что имеешь. Во Христе Иисусе. И дальше. Значит, любовь помогает избавиться от лени. 1 Петра 5 2. Не только о себе заботиться. Спасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и Богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. Это апостол Петр говорит, как победить леность священником усердно, для Бога, каждую душу научи, каждую расскажи, каждую доведи до Старства Небесного. Игорь ездил в Белово, там Давыдова жена, племянник Давыда, с зубом, острый зуб, язык он мне расписал, не проглотить слюну не могу ничего. Но она не рабочий день пришла на работу специально, такая Галя прямо, ну и что, давай там, а Володя все заснял мне, покажите, как язык там, стоял и снимал, она все, все сделала, как хотели бы, ну и подточила, я говорю, а почему я у Игоря это тащил не получилось у меня, а что, я тащил-то напрямую, я говорю, наверное, из-за того, что не завалил, она говорит, только поэтому, я тащу, а угол-то получается, прямой, а поворачивать-то некуда, там вот такой вот это тащит обломок зуба, и он за язык задевает, и пока сидели, она обтащила, я слюну проглотил, мне больно, я говорю, вы что, обезборили, нет, так а зачем, я пришел-то до суда, сижу и ничего не больно уже, на дому мы побыли, отдали место им для боговестия, много визиток оставили, очень хорошо нас приняли, пол улицы прошли, значит, священники должны усердно заботиться, а они ленивые, вот, блин, самые толстые люди это священники, я переписывался с одной мусульманкой, она говорит, ну, батюшки-то ваши еще не так, а наши там мулдашки вот какие, мулы, такие тоже разъелись, бога не боитесь, да какая тебе, если за тобой годятся волки-то, ты чувствуешь, где ты находишься, ты должен трепетать за каждую душу, и здесь говорит усердно, непринужденно, не то, что патриарх там застать, что он патриарх сделает один-то, ему не сделать ничего, ползлатоуст говорит, я ничего не сделал, если вы будете молчать, мои слова не понесете дальше, дальше, Иуда 1.3, Иуда это святой, возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвизаться за веру, однажды преданную святым, не за веру, которую изобретут 18 столетий спустя, а за веру, которую апостолы однажды получили святую, а с этой апостольской верой, если мы себя будем сравнивать, то мы-то никакие, нам надмиваться нечем, чтобы усердно подвизались, а усердно, это означает терпеливо, в поте лица будешь работать, я как-то работал, опять же, за одну зиму я законспектировал около 24 тысяч страниц, даже сейчас прихожу в ужин, как паралич не хватил мою руку, 12 томов, златоуста, Василия Великой, прямо сирно все конспектировал, повышал понимание Слова Божия, как понимать? Римлянам 12.8 Увещатель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальству, с усердием? Начальник с усердием, а не так, я начальник, мне что надо привезут, начальником быть намного труднее, чем рядовым, мне дали работу, копай яму, лопату натащил и копай, а начальник должен обдумать, как, где сбыть это, где достать материалы, хороший начальник, это очень трудолюбивый человек, он едет в командировки, узнает, лучшие способы, мы как-то проезжали Ростове-на-Дону, ну, нынче мы там постоянно были, а я ехал на поезде, я такого вокзала нигде не видал, он поразил нас своим порядком, четкостью, как есть, и мы тогда решили, ну, найти начальство и расспросить, мы говорим, а как вы это достигли, где-то брали, мы своими руками его строили, поэтому нам хочется, чтобы во всем наш вокзал блистал, я нигде не видал, что продавали так рыбу, вот такие чаны, чуть поменьше этой комнаты, а может такие вот, вот такая вот вода, и там приезжают машины, цистерны, и прямо сразу вываливают туда рыбу, рыба плавает там, какая тебе рыба нужна, я посмотрел, там вот такая, вот эту вот рыбу мне надо, он ее черпаком поднял, на весы тут же, плати деньги, отходи, не дохлую, не протихшую, это люди, которые сговорились, а почему у нас начальник такой, мы договорились, что если не так будет, сразу же он уйдет, и они держат этот тон, один хороший начальник, он оживотворяет целое государство, из развалин поднимает его, Даша, Римлян 12,11, ну-ка, В усердии не ослабевайте, духом пламените, Господу служите, В усердии не ослабевайте, ты начал, маленько потрудился, и опустил руки, а почему? Я уже делал это, и наоборот, чем ближе к площади, тем еще более ведомственным, люди, когда бегут на где-то, на стадионе, так в последние метры, они все силы вкладывают, чтобы первому ленточке коснуться, а не так, что я уже много пробежал, могу шагом идти, но ничего не получишь, в усердии не ослабевайте, а по старой скажут, вот у меня колени трудно сгибаются, я знаю это дело, я говорю, как, да как, в туалет пойду, не могу встать, набил там скобок, по скобкам-то, но встал, все-таки встал, а теперь иди виду никому не показывай, иди благовествуй, у адвентистов, у яговистов, бабка 84 года, одна дома, она не сидит, она по телефону названивает, а вы хотите Библию изучать, дает у себя, взяла внучку за руку, и идет по квартирам, а у нас сегодня отправлять, одного человека не можем найти, где, Надежда Васильевна, только руку подняла, запасной игрок, в усердии не ослабевайте, дальше, 15-26, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме, то есть, милости не собирали, и апостол Павел приводит их в свидетельство, усердствуют, деньги собрать с людей, помочь бедным, надо усердно работать над этим, во-первых, растягушить людей, щелки-то свои разбежите, там, тайнички-то за иконками-то, достаньте, помогите, один последний отдает, а другой высчитает, да мне надо на черный день оставить, а ты знаешь, какой черный день, когда умрешь, по мытарствам пойдешь, вот тебе будет черный день, ты ради этого черного дня постарайся сегодня приложить свои силы, чтобы не стыдно было, 1 Коринфянам 16-19. Приветствуют вас церкви осийские, приветствуют вас усердно, в Господе Акила и Прескила, с домашней их церковью. Ну как это, приветствуют усердно, я то понимаю, усердно работать, а приветствуют усердно, как Павел пишет вот это послание, они, так, Павел, ты там поклон от нас послал, да послал, прошли, а как если забыл в конце написать, он подсылает Акилу, жена, подошел, вы уже послание написали им, да сейчас заканчиваю, а от нас привет не забыли передать им, как мы их любим, ну я же сказал не забуду, ушли с женой, я так предполагаю, тогда опять Прескилу спрашивает, сходи потихоньку в Павлу, подай ему там что-то поесть, принеси, а потом спроси, поклон-то от нас передали или нет, а не так, что у меня приходит, ну я ж тебе говорил, но я не слышал, я глухой, ну я говорил, ну ты от меня слышала это или нет, не слышала, я спрашиваю, ты слышала или нет, что я сказал, я слышал, нет, вот она как раз и сидит, ну я же говорила, а кому ты говорила, под свой нос говорила-то, я не слышу, прибор ставлю, он там отключается и прочее, Усердно передавать привет Усердно привет Это вообще удивительно Я раньше не задумался Я сегодня утром так дошел Что они многократно подходили и спрашивали Не забыл передать Вот так Если нам что-то свое нужно Так ты не забыл Ты в какой карман положил Ты в городе будешь, ты купи мне вот это Я тебе говорил, ты купи Тут мы усердны А тут просто привет И лени уже не будет Она туда-сюда основала от него Второе, Коринфянам 7.11 Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога Смотрите, какое произвело вас усердие Какие извинения Какое негодование Какой страх Какое желание Какую ревность Какое взыскание По всему вы показали себя чистыми в этом деле О чем он говорит, о каком усердии Павел здесь Поднимите руку Кто знает о чем говорит От хлояных Пришли домашние Хлоя, это видимо был Какой-то господин И его люди там приходили Павлу говорят А у нас в церкви что творится Один живет с женой Матери Отца своего Матери-то нету С мачехой Отца дома нету Он с мачехой спит И Павел говорит Такое блудодеяние развели Какого излишников нету Что вы делаете Да я вместе Духом Господнем Отлучился И они показали такую ревность Они его вызвали Ты что делаешь А он видимо был проповедник Или что-то Почему они его берегли И Павел говорит Вы какое усердие показали Ты знаешь Если человек попал в грех Ты не молчи Ты пойди Ты расскажи Вот ходят его девочки Та нынче В платочках Все нормально Ни одного замечания нету А то ничего не сделаешь А нам нравится их Чтобы злить Одна из них говорила Все это в прошлом будет Подрастает и нахлебается еще свое Но нынче благодарение Богу А дальше расскажи так Приезжаешь сюда Признаь себе В следующий раз ты приедешь А бабоньки-то твоей нету в живых А ты приезжала Ни разу не зашла Как ты жалеть-то будешь Покажите усердие-то Ты их видишь Приведи за руку их Сатана силен Но Бог-то сильнее А Бог 8.5 1-й калифин 2-й калифин И не только то Что мы надеялись Но они отдали самих себя Во-первых Господу И нам по воле Божией То есть Павел Собирал для бедствующих В Иерусалиме Голодающих деньги И когда они узнали Что требуется А церковь Иерусалимская Там матерь Всем церквам Оттуда пошла вера Они показали Такое усердие Там последние Стали от себя Жертвовать Павел говорит Если пойдут Такие-то братья Избранные Они понесут Но если будет денег Очень много Я сам поеду с деньгами Покажу Вот результат работы Смотри Ахайя как трудится С каким усердием Собирают Вы это помните Вот мы были В Португалии В Лиссабоне Только зашли Только зашли Выходит там Один Я говорю Скажите Там А тут у них выход С Алтаря Что мы С Алтаек приехали Я Лапкин Игнатий Вот тот Другой Игнатий До конца Геннадия Это он У вас Обратился Да В вас Он зашел Оттуда Прямо буквально Через Несколько секунд Оттуда Выходят Просфоры С запивкой Нам несут Меня в алтарь Сейчас пробовать Скажешь Один вышел Рядом Взял тарелку Эти люди Оттуда приехали Кладите сюда И все это засняли Они такое усердие Показали Обед на улице Там Только руками Списнули Второе Коринфянам 8-7 А как вы Изобилуете Всем Верою И словом И познанием И всяким усердием И любовью Вашей к нам Так изобилуете И сию Добродетелью Собирайте деньги Это добродетель Помочь другим Конкретно Кто вас финансирует Господь Бог Почему Потому что Господь Делает Нашими руками Ходит Нашими ногами Смотрит Нашими глазами Почему Посетил больного Меня посетил Накормил больного Меня накормил Говорит Меня Он себя олицетворяет С тем кто лежит На маленькой постели В два метра А он необъятный Бог Которого во вселенной Места не найти 22 стих Правильно или нет Мы послали с ними И брата нашего Которого усердия Много раз Испытали Во многом И который Ныне еще Усерднее По великой Уверенности В вас Считается Что это говорит он Не называя По имени Евангелиста Лука Евангелист Лука Был очень усердный Ко всякому делу В путешествиях С Павлом Стремился А они стояли В очередь Кого Павел Возьмут Когда он отверг С Варнавой Из-за Марка Разошлись Он был строгий Павел Вы знаете эту историю Когда они где-то Проповедовали А Марк Евангелист Отстал от них Он молодой был Почему отстал То ли к мамке Захотел То ли Ну непонятно А он был племянник Варнава Варнава Это дружок Павла Он его ввел Для всех апостолов И Павел сказал В следующий раз Отправляйся И я пойду Он говорит Нет не пойдешь Больше Ты прошлый раз Нас бросил Лосилки то бросил А меня одному тащит Ну я маленько заболел Да вот мамка там Да я не знал Как Ну ты сиди с мамкой рядом Варнава говорит Ну Павел Ну молодой человек Ну устал далеко Ну ведь ходили то пешком Сколько Павел говорит Все правильно Не могу взять Не доверяю Ну как хочешь Я пойду с ним И Варнава отделился И тот Павел Остался один Но они ему не уступили Павел говорит Кто со мной И Сила встал Сила Имя какое Сила И Сила с ними С Павлом пошел И это Зато вот говорит Хорошо Два таких светильника Варнава и Павел В одном месте светить Слишком шикарно Разделил по разным Они в разные стороны пошли Даже здесь Бог сделал Как ему угодно Ефесянам 6-7 Служа с усердием Как Господу А не как человеком Вот что делаешь Как для Бога Вот стараешься Для Бога Меня Бог послал сюда Я делаю для Него Бывает работа Такая грязная Ненужная Кажется Для Бога Делай Она пойдет как надо Делай и благодари Делай и твори молитву Никогда не завидуй А вот тот-то начальник Он теперь выбился в люди А я был бы там Я бы тоже там Оставь Ты не знаешь Куда он идет А твой путь Очень ясен Перед Богом 1-й Фестланикийцам 2-8 Так мы Из усердия К вам Вас хотели Передать вам Не только Благовестие Божие Но и души наши Потому что Вы стали нам любезны Вот какие слова пишет Вот мы вам проповедовали Вы приняли от нас Мы так полюбили Что не знаем Что для вас сделать Павел говорит Галата Вы готовы Очень историю Свои глаза Мне отдать Вот так Вы полюбили нас Что значит Любовь 3-10 1-й Фестланикийцам Тоже 3-10 Ночь и день Все усердно Молясь о том Чтобы видеть Лице ваше И дополнить Чего не доставало Вере вашей То есть Что у них Не хватало Вере И Павел об этом Молился и молился Вот у меня Молитва постоянная Из 4 пунктов Первое Я молюсь Господи Пошли добрые жители Вселения Знающих уставы твои Второе Расширь пределы наших общих Дай нам еще священника И место для занятий Это главное А все остальное Болящее Скорбящее Это дальше Вот это вот Непрерывно В каждой молитве И когда такое Уже исполняется Я понимаю Бог ответил на молитву Ну Прямо по твоей молитве Ну ты так рассуждай Я рассуждаю по себе Я молился и получил Почему я буду думать о ком-то Дальше 4.11 И усердно стараться о том Чтобы жить тихо Делать свое И работать своими собственными руками Как мы заповедовали вам То есть чтобы не быть ленивым Нужно очень Это борьба с ленью Тут показывает Второе Это как Усердно работать Еще раз Прочитай И усердно стараться о том Чтобы жить тихо Тихо жить Не вылазить Не ругаться Не подсиживать Не подсматривать Жить тихо Делать свое дело Свое дело То определи Какое у тебя дело Что ты нос суешь Где тебя не просят Ты делать не умеешь А какой ты совет даешь Ты делай свое дело Какое у тебя дело В первую очередь Если есть дети Воспитай Приведи их на небо Дело какое Проставить Богу молитву Не пропускай богослужения Постепенно отходят Отходят От всего человека Нигде нет Сейчас Чтобы я приехал Провел занятия Соберите несколько человек Хотя бы человек 15 Здесь тоже давай занятия В Барнауле вести А теперь всем отказали В разных училищах Могут Я говорю Как у вас 30 человек Будет посещать Меня позовете Я поведу занятия А идти на 5 человек У меня времени просто нет Я работаю У меня другая аудитория Я был у Зои Крахмальникова Это писательница Писала Она говорит Вы трибун Вам тысячи людей надо А я кабинетный работник Я позвал на благовестие Она говорит Она кандидат наук Там такая Отсидела Сколько она за слово Божие Я кабинетный работник А она пишет книгу Как я не напишу Она все поднимает в пласты А вы трибун Вам нужна кафедра Еще что? 1 Тимофей 5.10 Просчитали? Давай И везде говорится об усердии Как победить лень Усердно Вот поставь задачу Никогда не вставать поздно А когда? Да всяко разно Вот у нас 4.40 Вот 4.40 Вот сегодня у меня ночь Была очень тревожная Поздно лег И ночью Я не слышу звонка Я не вижу Не знаю Мне каждый раз Надо свет зажигать Включил 15 минут первого Помолился Опять прилег Проходит полчаса Опять боюсь проспать И никого рядом нету Звонка не слышу Ну и пришлось постоянно Вставать и вставать Ну и ничего На пользу 1 Тимофея 5.10 Известная по добрым делам Это вдова Если она воспитывала детей Принимала странников Умывала ноги святым Помогала бедствующим И была усердна Ко всякому доброму делу То есть Брать на иждивение Такую Церковь обязана Такую бабушку докормить Которая была усердна Не та которая спала А которая была усердна То есть боролась с ленью Вы это видели Она странников принимала Дом открытый И все Таких надо допаивать Докармливать И дальше Лука 22.44 Я говорю О том Что на работе Надо потеть Ленивый не потеет Вот только за чашкой Когда горящий борщ Лука 22.44 И находясь в барении Прилежнее молился И был пот его Как капли крови Падающие на землю Как молился Господь Вот от стигматы говорят А то мы можем только Думать об этом Но и спать на молитве Все равно не надо Грешный человек Как ленивый Как Дмитрий Ростовский Говорит Я другой раз Одну молитву Раз прочитаю Где-то Даже не задумался Мы опять по-новому Начинаем Опять Четыре Пять раз прочитаю То кое-как Начинаю размышлять Мозгами Мозгами куда попало Идешь Там не доделал Тут не допилил Тут еще что-то Иуда 1.16 А тут забота Книги остались В России В заперсисе Лежат На 20 миллионах Это работники Ничем не довольные Поступающие По своим похотям Уста их Произносят Надутые слова Они оказывают Лицеприятие Для корысти То есть Речь идет о том Что побуждает Быть ленивыми Когда человек В своем винограднике Не работает А в чужой Заглядывает И судит Критикует А у самого Ничего нету Ничего нету Только надо Плакать и молиться Вот Был такой Путешественник Пржевальский И он попал К одному народу Киргизы И он дал ему Характеристику Да хоть его не любят Народ Мелкий Ленивый И вороватый Он как припечатал Киргизы Народ мелкий Ленивый И вороватый Взял записал Дневники Потом пропечатал Во всех газетах И все знают Целый народ Может быть ленивым Еще раз говорю Что я народы Кое-какие посмотрел Но больше всего Мне понравился Турция Труд Там такие ведут Они Орастительные работы Мелиорацию Столько техники Притом новейшие Инотехники Экскаваторов Какие-то Земснаряды Все кипит И пыль столбом стоит Едешь Километры За километрами И непрерывно Везде Работа Работа Может быть Это только На побережье Так Я не знаю Что я хотел вам сказать Про лень Иногда люди говорят Я болею Помолись У меня Такую опухоль Обнаружили На шее И человек болится Кто часто Обращался К другим И говорил Помолитесь обо мне Я ленивец Вот повис на этом суку На гордости своей На самости Он как ленивец этот Уже мохом оброс И с места Не могу сдвинуться Ну помолитесь обо мне Как день Так спать охота Полежать охота Сложив руки охота Не спать Кто кого просил Ты кого-то просил Тебя просили об этом Это язва Скрытая Ленивый Губит все Все таланты Губит Даже какие у него были Я узнаю Человек от отучился Хорошо А потом Сообщают Как запился Ничего А что у него Ничего нет Один товарищ До того любил Книжки у меня Брать читать Убили Пошел к чужой жене В горах был Убили А другой Вот здесь Прям жил рядом Милиционер Тоже из-за чужой женщины Застрелили А сам милиционер был Лень Своей душой было заниматься Пошел в чужие края Ну и все Смерть настигла Ты знай Вот твоя каноническая территория На ней работает Где-то что-то не так сказали Сделали Русская поговорка Наплевать да забыть Начинай трудиться У нас тут Нынче Неприятость была Небольшая Мы варили деревья И тянули А ветер дул в другую сторону И грохнули А ограду поломали Я сразу сказал Мы попали под эпидемию Виноваты на сто процентов Ну не удержали Батюшка ни при чем Пилил мою здесь Заплатим Сколько есть Ну Прочисти нам зубы Грешникам Уронили Ну отремонтировали Поставили Как может не так красиво И проще В жизни такое бывает Ну что теперь Дуться Друг от друга прятаться Я сказал Ну в первую очередь Ты можешь у нас Такую ограду сломать Чтобы получить удовлетворение Сотисфакцию называется Назначить сыну Мы сейчас его соберем Купим новое Ну что еще Сделать Ну как могли Там загородили Ну наши отношения добрые Не должны же за это Нарушаться Нет И в любом таком деле Мы внезапно Только что Варили нынче И вот такую беду А то позавчера У нас было А там в ограде В огороде У них ничего не повредили Да вроде как Может быть что-то сделали Не заметили Ну в смысле Кустарники там Не росли рядом Нет Он как-то Ни напарник Никуда нет Мы втроем тянули А ветер-то дует туда А крона-то высокая Там как парусность какая-то Если бы ветер дул с той стороны Мы бы нормально его уронили Но когда стали пилить Мы хотели на ту сторону А батюшка говорит Не отсюда Я говорю Он упадет вот сюда в ограду Я показал Прям точно показал А батюшка говорит Тогда если бы по-твоему делал Он бы как раз на этот Упал бы там Ну теплица Или как это называется То есть нам надо было убрать Наполовину высох Уже оттуда падает и падает Половина деревьев Ну виноваты Ни одного слова Воправдания нам нету Мы виноваты Ну не убивайте нас Мы может годимся еще Игнатий Тихонович Можно вопрос Ага Когда вы клеи еще придете пилить? Нет По тому забору Где вы уронили Наши проводы проходят Ну да Не порвали вы их случайно? Да мы не видели Что порвали-то А если порвали Так уж и перед вами Виноват Да А дальше там растут клёны Мы вчера их пилили И убирали А ты не включала? Я не включала Ну а че ж не проверила Ну это проверить можно Нам кажется Не порвали Потому что Она не до конца дошла Провод низкое Она ограду просто переломила А штахетину одну или две Така сломала А дальше которые пошли Завтра проверим Клён-то убирали А там Валя Опять арбуз нам дали Я говорю Ты че то ли прокрался Сорвал сам Нет Говорит дали А можно вернуться? Вы вот приносили что Осину Да? Говорили что как бархатная Да осину Осина Осина А вы осину еще не пилили? Осина нет А где пили? Это каплису Дома она не растет Это тополя растет А у тополя нет такого качества? Нет Тополь вредный Вредный У него Однажды я чуть не помер Щурку отпилили А щурка мне показалась хорошая Ну или спать А я ее в духовку положил Подсушить А она сохла Запах давала Так рвала И кто был в этом Мы полуживые остались Тополь он ядовитый А я целый тополь сожгла Топила печку Ты сожгла в печке У тебя шло в трубу А это в духовке Оно шло сюда И подпалило еще С дымом стополинным Тополь ядовитый Тополь опосылый Спасайся Топить им можешь Но в комнату когда В духовке Сушить я начал Балбес Так я на следующий день Пол дня Полуживой ходил Рвало и рвало Хотя меня никогда не рвют Это я Просчитался просто Вот мы делаем Сколько можем А осину где нибудь у нас Можно в околке Толстую спить Можно найти И толстую Но сейчас говорят Я считал Не видал Будто мы вывели Особый сорт осины Очень высокий Специально для полов Пол Около 100 лет Может только хвощом Ее мыть надо Не красить ничего Она как бархатная Как ковер делается Осина Чтобы снизу Конечно поддувало А береза Она никуда не идет Только стропила Там эти обрешетки То что проветривается Проветривало Она очень крепкая У каждого дерева Свои качества Их надо знать Ленивому человеку Ничего этого не надо А осина пойдет в улик Если конкретно А осине говорят В легенде Что на ней Иуда повесился А почему У нее листья круглые Они вот так вот Все время Крутятся Она трепещет Трусишь как осиновый лист Такое мнение Нет Осина нужная Там под осиновики растут Это понятно А вот Для улика Пойдет такое Для улика Пойдет такое дерево Понимаешь Я знаю Из осины Делают срубы колодцев А насчет ули Не знаю Видимо ули Лучше всего сосновая Кедровая Нет Вот это Кедровая Это определенно Самая лучшая Похуже Еще попало Ули не делает Матушка Называет Это надо просто В интернете Посмотреть Из какого дерева Я делал всегда Ули делал сам Сосновое Запах Это все Подходит Богородская Травка Там все Это уходит А делать Из осины Не знаю Ну точно Бывает Другой раз Другой раз Подумаешь Лучше бы ты Более тише Был Возьми Более Подвижный Мало спал Гитлер Наполеон 4 часа А что натворили Куда пришли Про Ленин Напишут Что ночью Там сидел Писал Что он писал Царя убил Царисус И всех Так что Наш Бодрственный Режим Он должен быть Для прославления Бога Для помощи Друг другу Вы Украину Не забываете Помните Вы боретесь О ней Украина Украина И мы Это все таки Единый народ Это наши братья Поссорили Смотри Что делается Опять же Хочу сказать Когда начиналось Это дело Я в интернете Везде говорил Этого делать нельзя Нельзя этого Нельзя этого делать Надо мирным путем Как говорят Дипломатически Разрешать эти вопросы Сейчас убивают Друг друга Ничего нет Поблагодарим Бога За наших благовестников Которые На улыбке Достойно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Который раб Который не собрал Столичный плод 60 или 30 крат Удали всякую лень от нас Побуди нас быть бодрственными Чтобы имя Твое Святое Прославлялось через нас Чтобы мы были жертвенными Помоги всем простить нас И самим не иметь ни на кого Злого умысла Тебе Божья слава Отец, Сын И Святой Дух Аминь Слава и Святой Дух